Киево-Печерская Лавра – это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века. Этот монастырь – родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальной культуры. Здесь написан первый исторический памятник Древней Руси, повесть временных лет. Отсюда берет в свои истоки письменность и литература наших народов. На протяжении тысячелетней истории обитель неоднократно страдала от набегов, от иноземных завиваний и откровенных гонений на христиан. Но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в XX столетии монашествующих Киево-Печерской Лавры изгоняли из монастыря. Новые поколения монахов вновь возродили обитель и приложили колоссальные труды и большие средства при минимальной помощи государства, а то и отсутствие таковой – к реставрации обители, восстановлению отнятных ныне Успенского и Трапезного храмов, но главное – к воссозданию в нем прежних духовных традиций и к полноценной монашеской жизни. Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира, объединяющим более двухсот монахов и послушников. На ее территории также размещен Центр управления Украинской Православной Церкви. Проживает сотни будущих священнослужителей, студентов Киевской Духовной Академии и Семинарии. Ультиматум государственных властей в адрес Киева-Печерской Лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время власти открыто игнорируют закон, не говоря уже об минимальном уважении к правам сограждан. Работа некой комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, а ее репрессивная цель – полное изгнание монашествующих из Лавры. Эта цель не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителей иных религиозных организаций Украины. Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам и европейскому пути развития, соблюдении прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым выпиющим образом. Прошу приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу веросповедания гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, всеобщая декларация прав человека, декларация ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или иных убеждений и многими другими актами международного значения. Очень надеюсь, что мои слова будут услышаны. Продолжение следует...